Приветствую вас на очередном уроке нашего тренинга. В этом уроке я расскажу о очень полезном инструменте, которым пользуюсь уже достаточно давно и очень эффективно. Инструмент этот называется Teamweaver. Программа создавалась для облегчения работы технической поддержки. Бывают такие ситуации, когда текстовые инструкции, инструкции голосом, даже видеоинструкции не помогают решить проблему клиента. Требуется выезд специалиста. И вот чтобы специалист не выезжал к вам домой и не разбирался с проблемами на вашем компьютере у вас именно дома, можно дать возможность специалисту технической поддержки удаленно управлять вашим компьютером. Неважно в каком городе, в какой стране находитесь вы, в каком городе находится техподдержка, при стабильно работающем интернете специалист техподдержки будет работать за вашим компьютером, как будто за своим. Не надо думать, что это возможность всем подряд лазить по вашему компьютеру. Нет. Если вы не запустили на своем компьютере программу Teamweaver, если вы не дали пароль, который генерируется каждый раз специалисту техподдержки, то управлять вашим компьютером, лазить по вашему компьютеру, во всяком случае через Teamweaver, никто не сможет. Как начать работать с этой программой? Опять же, скачиваем только с официального сайта. На момент записи официальный сайт выглядит вот таким вот образом. Вверху кнопочка «Скачать». Нажимаю на эту кнопочку. Вы попадаете на страничку загрузки. Teamweaver – это программа сейчас многоплатформенная. То есть, качаем для Windows. Для этого просто нажимаем на кнопочку «Загрузить Teamweaver». В зависимости от браузера, которым вы пользуетесь, пошел процесс загрузки программы на ваш компьютер. Вот она у меня загрузилась. Я пользуюсь браузером Яндекс. Выполняю однократный щелчок на значке программы. Как это будет в других браузерах, мы это уже рассматривали в предыдущих уроках. Перед вами появляется первое диалоговое окно. И тут очень важный момент. Программа Teamweaver имеет бесплатную и коммерческую версию. Если вы хотите пользоваться этой программой бесплатно для личных целей, вы отмечаете галочку «Личное некоммерческое использование». Если вы планируете эту программу покупать для бизнеса, отмечаете коммерческое использование, и вам придется оплачивать лицензию. Это принцип работы многих программ. Вариант бесплатный, вариант платный. На платном варианте довольно часто есть так называемый тестовый период, когда вы можете бесплатно попользоваться всем функционалом платной версии. Затем он заканчивается, и его нужно оплачивать. Итак, я отметил, что это для личного использования. Соглашаюсь с лицензионными соглашениями. Нажимаю на кнопочку «Принять». И пошел процесс загрузки и установки программы. От вас, в принципе, больше ничего не требуется. Только подождать, пока программа установится на ваш компьютер. После установки программы вас перебрасывают автоматически на страницу с инструкцией, как пользоваться программой Teamweaver. Вы можете это все внимательно изучить. Но я вам сейчас расскажу все, что вам необходимо от этой программы. Итак, программа не просто установилась, она автоматически и запустилась. И прописала себе список программ, установленных на вашем компьютере. Для того, чтобы специалист технической поддержки мог подключиться к вашему компьютеру и начать управлять им, решать ваши задачи, вам необходимо передать ваш ID, то есть выделить его и, например, скопировать, и кинуть его, ну, например, в Skype-чат. Вот так. Щелкнуть в поле ввода сообщений, и, например, через правую кнопочку, либо, как я сейчас сделал, через комбинацию клавиш Ctrl-V, скопировать свой ID, передать его специалисту техподдержки. И следующим обязательным шагом мы передаем пароль от текущего сеанса. Также выделяем, также копируем через правую кнопочку, либо комбинацией Ctrl-C, и также передаем его в чат, либо личным сообщением, то есть по тому каналу связи, через который вы общаетесь с техподдержкой. В моем случае это Skype, WhatsApp, личные сообщения в социальных сетях. Техподдержка получила от вас ваш ID и ваш пароль, запускает на своем компьютере вот такую же программу, вводит в поле ID партнера ваш ID, который вы ему передали, и подключается к вашему компьютеру. Вы на своем компьютере увидите всплывающее сообщение в правом нижнем уголке, что произошло подключение, и все. Значит, для того, чтобы техподдержка могла нормально работать, не надо ничего нажимать на своем компьютере, не двигать мышкой. Вы будете видеть, что мышка перемещается по вашему компьютеру, но это делаете не вы. То есть, если вы будете одновременно с техподдержкой двигать мышку, нажимать на клавишу на клавиатуре своего компьютера, вы только тем самым создадите проблемы. Для удобства работы, для понимания того, что делает техподдержка, конечно, можно, например, связаться голосом и смотреть, что происходит на вашем компьютере, получать голосом, например, какие-то комментарии от техподдержки. Тогда проблема будет решаться легко и просто. Я вам сейчас покажу, как через эту же, через программу TeamWeaver я управляю своим телефоном. Как я уже говорил, эта программа многоплатформенная. У меня на телефоне установлен тоже TeamWeaver, но TeamWeaver поддержка. Я сейчас покажу, как выглядит этот значок. Я запускаю программу на телефоне. Она мне генерирует вот такой же ID, но ID для моего телефона. Для каждого устройства эта ID уникальная. Я его сейчас вбиваю в поле ID, то есть, к кому я сейчас хочу подключиться, и нажимаю на кнопочку «Подключить». Для телефона есть специфика. Не требуется пароль, потому что сейчас на экране моего мобильного телефона появилось сообщение с просьбой разрешить доступ к моему телефону. Я знаю, что это подключаюсь я и нажимаю «Разрешить». И сейчас еще раз меня попросили дать доступ к моему мобильному телефону. Я еще раз нажму на «Разрешить». Вот мой мобильный телефон. Теперь я, сидя за своим персональным компьютером, двигая мышку, а не нажимая на экране телефона, покажу вам, как это все происходит. Вот такое приложение TeamWeaver Quick Support «Быстрая поддержка». Не сам TeamWeaver, а именно Quick Support. Вот через эту программку мы управляем с компьютера телефоном. А вот через эту программку TeamWeaver просто я могу через телефон управлять любым компьютером, либо, например, каким-то другим телефоном. Очень удобно. Именно с помощью этой программы я работаю с мобильными приложениями, с телефона записываю видео, как работать с мобильными приложениями в уроках этого тренинга. Большое всем спасибо. Если ролик получился не совсем понятный, если что-то неясно, требует дополнительного объяснения, пожалуйста, пишите, я обязательно отвечу.